МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Севастопольцев просят присылать информацию о несанкционированном перемещении и сбросе строительных отходов на территории города. Такое сообщение на своей странице в телеграм-канале после рабочей встречи в прокуратуре разместил директор департамента городского хозяйства правительства региона Евгений Горлов. Если есть такая возможность помочь, и запрификсировать факт перемещения грузовой машины грунта, либо строительного отхода. Они в основном настолько уже, как говорится, обнаглели, что даже тентами не накрывают кузова. Либо это сброс в лодке. Напомню, тоже я ранее в своих постах опубликовал порядок, даже регламент обращения в адрес полиции, если будет зафиксирован факт сброса. Ну и, соответственно, этот материал отправлять мне в телеграм-канал, если есть такая возможность. То есть, нет, мы сами проводим работу. Но, как я сказал, мы должны только вместе организовать этот жизненный цикл. Евгений Горлов уточнил, что ведомству тяжело контролировать перемещение строительного мусора, из-за которого растут несанкционированные свалки на территории города. Так как на эту задачу работают всего четыре инспектора. Если кратко по информации, в этом году мы выдали 102-64 разрешения на перемещение отходов. Значит, и порядка 274 машины у нас состоят на системе ГЛОНАСС. То есть, смысл какой? Значит, разрешение дается для контроля в части перемещения с момента образования отхода до конечной точки утилизации. После этого подрядная или любая другая организация предоставляет документы, в которых указан объем вывозимого мусора. Как только срок проекта заканчивается, эта информация сверяется. Директор горхоза отметил, что если будут зафиксированы факты сброса строительного мусора на территориях природных объектов, информация будет передаваться в природоохранную прокуратуру и все в природнадзор. На утилизацию несанкционированных свалок в этом году из городского бюджета уже потрачено 46 миллионов рублей. 25 нарушителей привлечены к ответственности. Житель Севастополя организовал нелегальный бизнес по продаже немаркированной табачной продукции. Для реализации преступного умысла мужчина использовал поддельные документы. Управление МВД России по Севастополю опубликовало видео задержания 32-летнего севастопольца, подозреваемого в совершении преступления. По версии следствия, обвиняемый в период с января 2019 года по октябрь 2021 года для получения незаконного заработка приобретал немаркированные табачные изделия и хранил их в Севастополе с целью дальнейшего сбыта оптовым покупателям. Для получения и отправки грузов транспортными компаниями он использовал поддельное политическое удостоверение с чужими анкетными данными и собственной фотографией, обеспечивая таким образом конспирацию. Используя услуги нескольких транспортных компаний, мужчина приобретал у неустановленных лиц крупные партии немаркированной табачной продукции, перевозил и складировал их в трех арендованных гаражах, а затем с помощью местных индивидуальных предпринимателей сбывал товар в 11 торговых павильонах на территории города. В ходе обыска в силовике обнаружили более 112 тысяч немаркированных пачек сигарет общей стоимостью более 12 миллионов рублей, а также поддельное водительское удостоверение. Кроме того, по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли более 900 тысяч рублей, компьютерную технику, электронные носители памяти и другие предметы, имеющие доказательное значение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Ленинский суд Севастополя. Департамент по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя начал прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление помещений в безвозмездное пользование или аренду. Пресс-служба ведомства сообщила, что на эти цели выделены объекты, находящиеся в государственной собственности. В перечень входят встроенные нежилые помещения общей площадью более 105 квадратных метров в доме номер 52 по улице Николая Музыки. Часть цокольного этажа более 100 квадратных метров по адресу улица Кулакова, 59. А также пространство почти в 43 квадратных метра, расположенное в здании номер 7 по проспекту Нахимова. Объекты планируют передать в безвозмездное пользование на срок от 5 лет. Подать заявки могут социально ориентированные некоммерческие организации, которые работают от года до 5 лет. Сделать это можно до 13 декабря, обратившись в кабинет номер 21 по адресу департамента, улица Луначарского, 5. Благотворительный фонд «Сердце Севастополя» передает на линию фронта теплые вещи. Больше всего среди одежды, ввязанных носков ручной работы. Волонтеры в свободное время собираются на площадке территории добра. В районе пляжа «Омега» и вяжут теплые носки, шапки и балаклавы. Также много изделий приносят неравнодушные севастопольцы. С начала специальной военной операции благотворительный фонд «Сердце Севастополя» оказывает посильную помощь для фронта. Отправляет еду, лекарства и другие необходимые нашим бойцам вещи. Необходимость теплой одежды возникла около месяца назад. Мы опубликовали в сети просьбу к неравнодушным людям, чтобы они отозвались. Начали приносить носки, начали приносить вязаные шапки, балаклавы вязанные. Все это начали приносить. У нас девочки здесь на месте вяжут. Что-то распускаем. Делаем клубочки, чтобы людям было из чего вязать непосредственно. Все это передаем ребятам, пытаемся утеплить хоть немножко, чем-то помочь. Доставляет гуманитарную помощь Анастасия Макеева, организатор «Сердце Севастополя». Она же поддерживает связь с военнослужащими. Большая часть вещей, которые волонтеры отправляют, – личные заказы солдат. Это может быть какая-то особенная еда, медикаменты, несколько раз требовалось снаряжение. Доставляет у нас, ездит на линию непосредственно президент фонда Анастасия Макеева. Она сама это все развозит. Как часто? Ну, ориентировочно раз в 10-12 дней примерно. Где-то так это все отправляется. Бывает чаще. В промозглые зимние месяцы волонтерам хотелось бы отправлять на фронт больше теплых вещей. Иногда люди приносят куртки, свитера и штаны, но немного. Также нужны, ребята очень просят, сети маскировочные тоже. Либо нужны сами сети, они стоят, ну, хороших денег, скажем так, да. Либо помощь в их изготовлении. То есть это нужна ткань определенных цветов и руки, которые будут это все делать. Ну, то есть помогать, участвовать в этом во всем. Волонтеры «Сердце Севастополя» не просто вяжут носки и шапки. В каждом изделии остается частичка души и искренняя благодарность за боевой подвиг. Женщины пишут записки и кладут их в каждую пару носков. Обычно это простые, но важные для наших защитников фразы. Например, «Сынок, возвращайся домой». Жалко мальчишек, хочется, чтобы им было там тепло, немножко души, как бы во всех этих вещах, чтобы они знали, что они нам нужны, что мы их любим, ждем. В фонде отмечают неравнодушных севастопольцев много. Люди приходят постоянно, приносят носки и шапки, передают все, что могут. Часто помогая собственным трудом. Девчонки приходят помогать нам на площадку. Когда есть свободная минута, мы садимся, кто распускает, потому что нитки дорогие, нет возможности по деньгам купить их. Поэтому выкручиваемся как? Вот берем вещи какие-то, которые можно распустить, шерстяные, то есть распускаем их и вяжем. Даем людям, кто приходит, приносят многое. Многие приносят вязаные вещи. Вот так вот выкручиваемся, стараемся, работаем. Сердце Севастополя продолжает придумывать, как поддержать участников специальной военной операции. Сейчас началась новая акция – «Подарок солдату», в рамках которой волонтеры собирают сладости и полезные сувениры. Например, несколько девушек сделали мыло ручной работы. Эта акция проходит совместно с благотворительным фондом «Сердце патриота». Подарки собирают и отвозят на линию фронта. Марина Шумейко, СЕФ «Информбюро». В Севастополе выпускников детских домов готовят к самостоятельной жизни в Центре социальной и постинтернатной адаптации. Ребят консультируют по юридическим вопросам, обучают всем тонкостям ведения быта и оказывают им психологическую помощь. Те, кто еще не готовы к жизни в социуме и не имеют собственного жилья, проживают в социальной гостинице. Сейчас в Центре проходят адаптацию 20 человек. Севастопольских выпускников детских домов не бросают на произвол судьбы. В Центре социальной и постинтернатной адаптации им помогают приобрести навыки жизни в обществе. Учат грамотно вести быт, взаимодействовать с госорганами. В течение пяти лет после совершеннолетия ребята могут находиться в социальной гостинице, где наставники помогают им в преодолении жизненных трудностей. В этом году на ремонт учреждения из бюджета города выделили порядка полумиллиона рублей. В этом году сделано очень много. Полностью обновлена мебель, закуплено новое оборудование. Как для специалистов нашего учреждения, так и для ребят, которые могли бы почувствовать и научиться именно жить в быту, пользоваться всеми бытовыми услугами, бытовыми приборами. В Центре предусмотрены все условия, чтобы молодые люди из льготной категории детей-сирот встали на ноги. Социальная гостиница снабжена современной бытовой техникой. У каждого жильца здесь есть личная комната. В учреждении работают психологи, юристы и специалисты по социальной адаптации, которые ежедневно обучают ребят нюансам взрослой жизни. Они не знают многих таких мелких элементарных моментов, как сходить в магазин, что необходимо купить для того, чтобы приготовить элементарные какие-то блюда, как пользоваться стиральной машинкой, ну и вот много таких абсолютно элементарных бытовых вопросов. Поэтому любая адаптация начинается с элементарного, с разъяснения положений о быте. А потом дальше мы уже сталкиваемся с более такими глобальными проблемами. Сейчас здесь проживают 20 человек в возрасте от 18 до 23 лет. И к каждому из них необходим индивидуальный подход. Специалист Центра социальной и постинтернатной адаптации Кристина Родий рассказала, даже после начала самостоятельной жизни лица из числа детей-сирот часто возвращаются за консультацией. Объясняем, как нужно оформить лицевые счета, что необходимо платить коммунальные услуги, что необходимо взаимодействовать с окружающими людьми, соседями. Здесь они друг друга знают в основном еще с детства, потому что все равно они друг с другом где-то общались, виделись. А там все-таки люди совсем другие, со своими правилами, обычаями. То есть мы уже ведем вот такую вот работу по адаптации их вне стен нашего учреждения. Здесь же юноши и девушки не только учатся тонкостям быта, но и стараются определиться со своим местом в обществе. Каждый зарабатывает на свои потребности самостоятельно. Сотрудники центра помогают ребятам с поступлением в высшие учебные заведения и трудоустройством. Максим Кубарский прожил в социальной гостинице около четырех лет. В свои 23 года он уже закончил медицинское училище, работает в военном госпитале и недавно поступил в филиал Крымского федерального университета, чтобы стать квалифицированным психологом. Пришел сюда после детского дома сразу. Ну, естественно, страшно, очень непривычно, много хозяйственных моментов, даже не умел, как сварить гречку, не знал, как яичницу сделать. Ну, очень сильно здесь помогают, хорошая помощь. И психолог есть, и социальный педагог. Очень нужна часто консультация, это в основном с документами. И тоже бывают жизненные ситуации, когда какой-то конфликт с кем-то или с каким-то человеком, или с каким-то начальником. Помогают, выручают очень сильно. В следующем году в Центре социальной и постинтернатной адаптации планируют обустроить кабинет психологической разгрузки. Сегодня в стационарном отделении социальная гостиница остаются свободными четыре места. Обратиться в центр можно по адресу. Улица Генерала Коломица, дом 3. Жанна Тарасова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. В Севастопольском дворце детского и юношеского творчества открылась фотовыставка «Путешествие кота-мостика», посвященная красоте полуострова, а также пушистому питомцу, семь лет назад ставшему символом строительства самого впечатляющего инфраструктурного проекта века – Крымского моста. Семь лет назад маленький бездомный котенок заврел на масштабную стройку, которую только начинали. Его приютили, дали кличку «Мостик», сделали талисманом значимого для всей страны объекта и настоящей звездой социальных сетей. Вы знаете, я, наверное, скажу, кот «Мостик» – это, наверное, самый счастливый кот. Учитывая свою, благодаря своей харизме, да, своей вообще такой энергетике, он самый обычный кот, он никуда не стремился попасть. И тут однажды, как он появился вообще на Крымском мосту, он однажды что-то ему захотелось, я так поняла, вышел навстречу к строителям за едой. Просто, как, знаете, появился в нужный момент в нужном месте. После окончания строительства моста знаменитый кот обосновался в крымском подразделении Международного информационного агентства «Россия сегодня», где его величают начальником отдела «Кота новостей» и регулярно подкармливают морепродуктами. Его блюдо любимое – это креветки, наверное. Все, кто знает его постоянные подписчики, ему постоянно передают креветки. Ну, кот мостик не отказывается, и причем креветки он ест, не просто там в миске, ему необходимо почистить, протянуть по одной, тогда он изволит это все съесть. Он очень характерный кот. От имени мостика в социальных сетях рассказывают об интересных фактах людях и животных, жителях полуострова и других регионов России. А еще ставший звездой кот часто путешествует по Крыму. В Севастополе он не впервые и на этот раз прибыл в наш город с целью открытия фотовыставки, посвященной себе любимому. Выставка состоит из 24 фоторабот. Идея зарождения выставки у нас появилась, наверное, около года назад. Мы поняли, что у мостика насобиралось очень много фотографий, которые невозможно просто держать, им необходимо делиться. И открытие выставки впервые мы сделали в городе Керчи в прошлом году, в конце, в городе, где кот мостик родился, где зародился этот проект, откуда все начиналось. В Севастополе выставка «Путешествие кота мостика» открыта в фойе Дворца детского и юношеского творчества. Увидеть фотоизображение четвероногого любимца публики в самых известных уголках Крымского полуострова можно в течение ближайшего месяца. Вход свободный. Максим Давыдов, Севинформбюро. Для юных воспитанниц Академии хореографии запустили образовательный проект «Музей на пуантах». Занятия проводятся раз в две недели на базе Российской государственной художественной галереи. Будущие звезды балета изучают искусство, музыку и живопись. От первобытного строя до наших дней. По словам организаторов музея на пуантах, все это в конечном счете поможет достичь успеха в главном занятии воспитанниц Академии хореографии – в танце. Искусство Древней Греции и Рима, затем Средние века, эпоха Возрождения. На лекции в Российской государственной художественной галерее собираются воспитанницы Академии хореографии. Организаторы называют их первопроходцами. Именно эти юные дарования стали первыми участницами проекта «Музей на пуантах». «Музей на пуантах» – это совместный проект Российской государственной художественной галереи и Академии хореографии, которые располагаются буквально по соседству. И мы очень хорошо начинаем этот проект с ребятами, которые обучаются танцу, искусству, которое показывает движение, искусству, которое живет на сцене, которое живет в сердце человека, того, кто его делает и того, кто его смотрит. На лекциях детям рассказывают об искусстве, но с разных сторон. Это может быть живопись, архитектура, фольклор и другие самые разные направления. Каждый раз мы переносимся в самые разные эпохи. Мы прошли первобыт, средние века, сегодня у нас возрождение. Заглядывали в Древнюю Русь. И, конечно, каждая эпоха оставляет свое представление о своем звучании и своем облике. Занятия порой легко переходят из теоретических в практически. Воспитанницам Академии показывают ритуалы и танцы давно минувших дней. По словам организаторов «Музей на пуантах», такой подход поможет детям быстрее овладеть искусством хореографии. Искусство, оно разнообразно. В первую очередь мы акцентируем внимание на стилистику разных эпох. Это одежда времени, которая позволяет сразу узнать то или иной век, то или иное событие в истории, вот буквально с первого взгляда. Для чего это важно? Потому что танцор живет на сцене, он перевоплощается в разные исторические персонажи. И, конечно, такое вживание в роль, знание исторических стилистик крайне помогает танцору. Занятия в «Музей на пуантах» проводятся дважды в месяц в Российской государственной художественной галерее. Обучение разделено на весенние и осенние периоды. В итоге воспитанницы Академии хореографии получат базовые знания в области искусства, что, несомненно, поможет им в дальнейшем в их нелегком, но любимом деле. Николай Кузнецов, Севинфорумбюро. 27 ноября на новом поле стадиона имени 200-летия Севастополя прошел турнир по регби – старт олимпийских надежд. Цель соревнований – сформировать резерв нашего города в этой дисциплине. Успешное выступление здесь сулит местным ребятам попадание в сборную Севастополя. Участниками стали 9 команд со всего Крыма в двух возрастных категориях – до 17 лет и старше. Итак, внимание! Регби называют хулиганским видом спорта, в который играют джентльмены. Один из его видов – регби-7, названный так по количеству игроков от каждой команды на поле, внесен в список олимпийских дисциплин. На поле стадиона имени 200-летия Севастополя за победу сражались 9 команд. Мне хочется сказать, что это наше первое совместное мероприятие Олимпийского завета города Севастополя и Федерация регби, где мы проводим старт олимпийских надежд. В этом слове вся надежда Федерации регби по подготовке спортсменов высокого класса. Мы хотим увлечь всех учащихся наших школ, просто детей, которые хотят заниматься этим прекрасным видом спорта, чтобы мы могли совершенствоваться, ну и получать спортивные разряды в нашем городе и развиваться дальше. Федерация регби в нашем городе довольно молодая. Эта дисциплина получила развитие в Севастополе сравнительно недавно. А потому, чтобы успешно отобраться на всероссийские этапы соревнований, ребятам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки. В Олимпийскую команду, чтобы попасть, надо пройти очень много соревнований. Если это имеется в сборную команды России, то понятно, что нам еще надо несколько лет, чтобы у нас были календарты в сборную России. Но сейчас сделаны все условия для развития этого вида спорта в нашем городе. На соревнования старт Олимпийских надежд заявились 9 команд, в каждой из которых по 12 человек. 7 на поле, 5 в запасе. 5 команд участвовали в возрастной категории до 17 лет, однако играли они по взрослым правилам. Есть несколько нюансов, которые отличают регби-7 от других разновидностей. Матч состоит из двух таймов по 7 минут чистого времени. В финале время игры увеличивается до 10 минут. Правило, мяч не должен идти вперед, игра только назад. Если мяч переходит вперед, либо пас какой-то, назначается схватка. Схватка состоит из 6 человек, и получается, мяч уходит посередину, какая команда передает, того мяч и выходит. Несмотря на холод и тучи, настроение участников боевое. К турниру старт Олимпийских надежд они готовились целый год и надеются одержать победу. Регби занимался еще до училища. Когда пришел в училище, узнал, что есть команда и продолжил заниматься в регби-училище. Занимаюсь уже более 7 лет. Это игра для настоящих мужчин, и она не такая, как в футбол. И здесь каждый игрок в команде очень важен и должен поддерживать эту игру. Организаторы отмечают, что регби активно развивается в нашем городе. За два года спортсмены достигли больших результатов, но всегда есть, куда двигаться дальше. Федерация регби также проводит соревнования между школьниками и студентами. Так, 11 декабря пройдет очередной молодежный турнир. Мария Олегина, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 590060, а также мобильный. Плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова